Журналисты Об обязательном тестировании на употребление наркотиков так и не состоялось Впрочем, спустя некоторое время к месту проведения акции все-таки подошли организаторы мероприятия Цель этой акции была не только просто, чтобы здесь пошуметь Мы хотели бы чисто свою гражданскую ответственность выразить, сказать, что мы против этого Несмотря на это, сегодня с утра до начала этой акции Представители общественного фонда «Аврухаг» были забраны в Бусандырской РУВД и сейчас находятся там Связавшись с руководителем общественной организации «Аврухаг» Бахаджан Торигожиной мы выяснили Ну а вот сидим и говорим, что у нас есть право не писать объяснительное И люди сказали, что они нас обязаны через час выпустить соответствия закона Почему-то наменяя на мой общественный фонд, реагирует как красная срядка на быка Напомним, впервые предложения начать крестовый поход против наркотиков прозвучали еще в декабре 2003 года Инициатором данной идеи выступило Министерство образования и науки Казахстана Впрочем, в тот момент какой-либо серьезной поддержки эта идея не нашла Однако спустя 4 года за правое дело, засучив рукава, взялось Министерство внутренних дел Казахстана Бауржан Мухамеджанов, ныне сменивший серый китель руководителя главного полицейского ведомства страны на депутатскую тройку Убеждавший народных избранников в необходимости законодательно закрепить полицейское ноу-хау Мотивировал свои действия финансово-экономическим кризисом Любопытно, что на этот раз идеей обязательного тестирования на наркозависимость неожиданно проникся премьер-министр Карим Асимов Причем глава казахстанского Кабмина настолько вошел в образ великого комбинатора, что тут же приравнял чиновников к студентам и детям Но в отличие от незабвенного героя Ильфа и Петрова, который помимо живого характера обладал еще и знанием 400 сравнительно честных способов отъема денег Казахстанские идейные борцы наверняка позабыли, что благими намерениями вымощена дорога в ад Утечка может произойти, информация запросто Понимаете, у нас люди так настроены, что они готовы грязные слухи друг про друга спокойно говорить И поэтому, если человек, какой он будет замечен в наркоманах, то о нем будут обязательно знать весь университет И он станет изгоем общества Понимаете, данная проблема, она затрагивает права и свободы человека, в данном случае студентов Как в законопроекте говорится, я несовершеннолетник тоже, а школьник? Да, несовершеннолетний точно Вы знаете, если какие-нибудь случаи происходят в школе, то они сразу становятся известны всем ученикам И как потом будут его друзья относиться к нему Мы портим жизнь человеку уже с юности Понятно, что идея массового очищения общества от заразы довольно красива Но в законе не пропишешь ту грань, которая бы при поиске единиц не позволила бы унизить человеческое достоинство остальных И не дала бы роста той самой махровой коррупции, которая в нашем государстве и так обладает небывалыми формами Мадия Тарибаева, Максим Етелев, Зона КИЗ